есть время сейчас у йордана ван форреста подумать спокойно посчитать варианты перепроверить ладья 3 ладья 3 ладья 3 расчет несложный ладья b2 что будет на ладья b2 ладья b3 ладья b3 a b b6 b2 b7 b1 ферзь поэтому белым так ходить нельзя а сейчас сейчас у черных есть возможность пойти от что белых внезапно стало просто выиграно поскольку белопольный слон не имеющий оппонента ну то есть черным любой ценой нужно было сохранять вот эту пешку на c4 которая сдерживала белопольного слона а тут получилось так что внезапно решающий перевес образовался андрей его на его артистически реализовал то есть вот к чему я так долго останавливаюсь на этой партии при разговоре андрея сипенко предусмотренное ранее заканчивать напоминаю вам что где-то через полтора часа я подключусь традиционным blitz обзором 13 тура сейчас есть время поужинать перевести дыхание попытаться осознать что же произошло ну а blitz обзор blitz обзор ждите ждите чуть похоже напасть 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 на коне-то да перца 8 единственный код попытаться осознать что же произошло ну а blitz обзор blitz обзор ждите ждите чуть попозже как аниш проиграл сможете пересмотреть эту трансляцию честно говоря мы во время этой трансляции тоже не поняли что случилось и как проиграл но в blitz обзоре я еще раз об этом скажу и покажу острых действий потому что спокойной игры здесь уже не может быть по определению все-таки все началось с гамбитного пропождая ну и заключительная партия которую мы еще не обсудили коррекришна дарим давайте сейчас я попробую воспроизвести то что на доске уже стоит но их всех баньки с тем временем поэтому да то есть не есть но их баньки вкусно а так конечно это лучшая разводка ни одной из десяти ни одной из ста это просто нереально так что ну наконец-то партия стенку карсен понятное дело что если не шутить то если андрей там добьется победу победа то выдастся на маяк yes i feel very great and i have nothing to say